Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Застройщику компенсацию, дольщикам квартиры. Долгострой на Красноармейской начинают заселять. Самолеты, автобусы, миллиарды. Какие достижения совершили ульяновские предприятия в 2019 году? У вас опасная заразная болезнь, надо 150 тысяч рублей. Как мошенники обманывают ульяновских пенсионеров? Новые дома культуры, гранты для НКО, земские театры. Как в Ульяновской области реализуется нацпроект «Культура». Дома достроят, платные парковки ликвидируют. Глава региона провел очередное заседание правительства. На повестке дня важны вопросы, касающиеся жизни региона. В том числе обсудили и вопросы, поступившие от ульяновцев на прямую линию с губернатором. Наталья Чумаченко подробнее. Участники заседания единогласно проголосовали за блок вопросов, касающихся исполнения поручения президента Российской Федерации. Сергей Морозов не забыл поздравить всех присутствующих с днем рождения Николая Карамдина и главным праздником страны – Днем Конституции Российской Федерации. Глава региона отметил, что сегодня в России, как и всегда, действует верховенство права и закона. Очень важные дни в истории нашего государства, в истории нашего региона. Во-первых, конечно, сегодня день рождения нашей Конституции, Конституции Российской Федерации 26 лет назад принят основной закон Российской Федерации, который обладает высшей юридической силой на всей территории нашей страны. Большую часть заседания правительства губернатор посвятил вопросам, которые поступили на прямую линию. В частности, люди много писали через соцсети Сергея Морозову о незаконных парковках. Так, на рассмотрение членов правительства вынесли законопроект по установлению запрета на платные парковки, расположенных на территориях, прилегающих к социально значимым объектам и земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Также ульяновцы высказали беспокойство по поводу качества питьевой воды, загрязнения воздуха и проволочек с решением проблем дольщиков. Сергей Морозов сообщил собравшимся, что держит на контроле вопрос с недостроями и помощи всем обманутым гражданам. Так до конца года введут в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Панорамная, 5. Ключи от квартир люди смогут получить уже в конце декабря. За любой срок будет следовать автоматически очень жесткое решение, вплоть до увольнения занимаемых должностей. Участники заседания проголосовали за принятие законопроекта в части регулирования земельных отношений на территории области. В документе конкретизируется орган местного самоуправления, осуществляющий постановку на учет граждан, имеющих право на получение бесплатных земельных участков. Это касается многодетных и студенческих семей, ветеранов боевых действий. Законопроектом предлагается установить возможность для ульяновцев по своему выбору подать заявление в тот район, где они желают получить земельный участок. Теперь заявление подается исключительно в район, либо в городской округ, для того, чтобы у нас не было разных очередей и чтобы не было, так скажем, недопонимания у самих заявителей, куда непосредственно подавать эти документы. Кроме этого, на заседании правительства рассмотрели вопросы, касающиеся увеличения бюджета на соцподдержку населения за счет сокращения расходов на аппарат губернатора и правительства, а также развития научных и творческих центров на территории области. Еще одной важной темой стал вопрос ограничения на применение патентной системы налогообложения при реализации лекарственных препаратов и льготах предпринимательскому сообществу. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управда.ТВ. Реализация национального проекта «Культура» началась 1 января 2019 года. На заседании Совета по вопросам культурной политики в Ульяновской области обсудили итоги первого года реализации нацпроекта. Цель реализации нацпроекта «Культура» увеличить к 2024 году на 15% число посещений организации культуры и в пять раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. Как отметил на заседании Совета по вопросам культурной политики губернатор Сергей Морозов, уже сейчас можно констатировать, что реализация проекта на территории региона успешно осуществляется в соответствии с утвержденным указом. По оперативным данным за 11 месяцев этого года рост посещаемости учреждений культуры составил больше прошлого года на почти полтора процента. По итогам первого полгода, я кстати напомню, мы занимали пятое место в Приволжском федеральном округе по росту посещаемости. По итогам девяти месяцев мы стали занимать уже четвертое место. По словам главы региона, посещаемость учреждений культуры говорит о многом. Это и увеличение количества домов культуры, и возросший интерес населения к культурным мероприятиям, в том числе и рост благосостояния граждан. Кроме того, в этом году был запущен долгожданный проект «Земский театр». Два победителя отборочного конкурса получат по миллиону рублей. Напомню, что «Земский театр» – это программа направлена на обеспечение региональной помощи специалистам-профессионалов, которые поедут жить и работать на село. Мы хотим сделать так, чтобы театры, кино, киношколы, все-все-все, что связано с этим направлением культуры и политики, было в каждом муниципальном образовании. На совещании подняли вопрос о сохранении народных промыслов, которые исторически существовали в том или ином районе. В регионе уже есть хороший пример реализации такого проекта. Этим летом в селе Преслониха на базе музея-заповедника Преслониха Родина Пластова состоялось официальное открытие социокультурного проекта «Артпространство Заваленка». Исторически сложилось, что на территории Корсунского района существует своя уникальная корсунская глина. Это территория Сухого Корсуна, совершенно недалеко от Корсунского района, от села Преслониха. Соответственно, сырье у нас свое. И сырье Корсунской глины всегда считалось традиционным для нашего района. И благодаря архивным документам, из которых мы узнали, что этот промысел в Ульянске, в Симбирске был очень хорошо развит, и сувениры являлись очень уникальными на то время. В рамках заседания губернатор отметил благодарственными письмами некоторых работников культуры. Также глава региона вручил сертификаты стипендиатам премии имени Карамзина. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес вклад в развитие истории и культуры Ульяновской области – Среднего Поволжья. В их числе оказался профессор кафедры философии и культурологии Ульяновского педагогического университета Евгений Бурдин. Мы вот эту работу по истории христианства и православия на территории Ульяновской области и Среднего Поволжья проводим, ну, наверное, где-то уже лет пять. И одна книга у нас уже выходила на эту тему. И вот эти материалы новые, на основе которых нам эта стипендия присуждается сегодня, я надеюсь, они лягут в основу новой книги. Эта книга будет называться примерно так – «История и культура РПЦ на территории Среднего Поволжья». Окончательные итоги по реализации нацпроекта «Культура» будут подведены в начале следующего года. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. Индекс промышленного производства в Ульяновской области превысил общероссийские показатели. За 10 месяцев 2019 года его уровень составил больше 104%. Среди лидеров по темпу роста отгрузки отмечены производители автобусов «Симас», «Авиастар-СП», «Автодом» и «Барышская швейная фабрика». Итоги совещания по развитию промышленности смотрите в нашем репортаже. Сегодня Сергей Морозов осмотрел производственные площадки завода «Легран». Группа компаний является специалистом по электрическим и информационным системам зданий, производит более 300 тысяч наименований продукции, владеет двумя действующими предприятиями в России, расположенными на территории Ульяновской области. Компания инвестирует в строительство новой производственной площадки в индустриальном парке «Заволжье» более 1 миллиарда рублей. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год. Сергей Морозов отметил современное техническое оснащение производства действующей площадки группы компании «Легран». Поздравил руководство с расширением географии поставок, а также пообщался с работниками предприятия. Я упаковываю трехпостовую розетку «Кютео». Как долго вы работаете здесь уже? Второй год. В чем сложность работы получается? Ну, это ручная работа. Ну и, конечно, внимательность должна быть, чтобы не пропустить какой-то недочет. После оценки технической базы предприятия Сергей Морозов принял участие в заседании Совета по промышленной политике. Губернатор, подводя итоги года, отметил, что индекс промышленного производства в Ульяновском регионе за 10 месяцев зафиксирован на уровне 104,4%. В обрабатывающей отрасли – 108,3%. Среди 14 регионов ПФО Ульяновская область заняла шестое место, опередив такие промышленные центры, как Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область и Пермский край. В следующем году планка должна быть еще выше. В отличие от многих других регионов Российской Федерации, я вот только вечер прилетел из Москвы с очередной такой серьезной дискуссией, что нам делать, как нам успеть за технологическими революциями, за серьезным изменением всех тенденций в мире. И мне приятно было там, не скрою, видеть о том, что мы, во-первых, в тенденциях находимся, изменили, а с другой стороны, о том, что в отличие от еще со старей многих регионов Российской Федерации, у нас индекс промышленного производства продолжает расти. В своем докладе первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин отметил те предприятия, которым удалось добиться успехов в этом году. Так, серьезный прорыв в производстве совершил Авиастар. Завод до конца года планирует реализовать пять воздушных судов ИЛ-76МД-90А. Среди предприятий-лидеров по темпу роста отгрузки продукции оказался ульяновский производитель автобусов СИМАС и ряд других организаций. Отличные результаты по показателям темпа отгрузки у нас сегодня у Марса, у автокомпонента и у ряда других предприятий. Также хорошие результаты в производстве деятельности непосредственно влияют и на благосостояние работников предприятий. Глава региона поблагодарил всех руководителей и работников предприятий за проделанную работу в течение года, отметив самых лучших грамотами и подарками. Я работаю на заводе «Контакта» с 1977 года. Работаю с лесорезовым тарщиком по изготовлению пресс-фор. Но сейчас уже работаем только по ремонту пресс-фор. Работа нравится. За свою трудовую деятельность через мою школу прошли. Немало достойных ребят. После церемонии награждения Сергей Морозов призвал всех руководителей предприятий и работодателей области сделать 31 декабря выходным днем для своих подчиненных, чтобы ульяновцы смогли набраться сил для отличной работы в следующем году. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ. Мошенники были всегда. В древности в поле их зрения попадали только богатые люди. Поэтому в народном эпосе им даже отводились почетные роли. Современные мошенники богатых не трогают. Их целевая группа – пенсионеры. А способов облапошить их масса. Например, предложить спасти собственную жизнь. Репортаж Павла Полового. Старики страдают от недостатка общения. Место, где они могут пообщаться, где они могут поговорить, зачастую становятся поликлиники. Они любят ходить сюда, сдавать анализы, общаться. За этим тщательно следят мошенники. И потом, после выхода с больницы, начинается развод. А вот какой – об этом мы расскажем сегодня. Основными жертвами мошенников в наше время становятся пенсионеры. Ведь их легче всего убедить в том, что им жизненно необходимы эти окна, двери и прочее за 60 тысяч рублей. Или лекарства, как в нашем случае. Родственницу Людмилы Гурьяновой пытались развести на 150 тысяч рублей. Ей на той неделе в среду позвонили в 10 часов утра по домашнему телефону из поликлиники. Представились работникам поликлиники, по имени и отчеству обратились. Мы спросили, вы сдавали недавно кровь? Она говорит, сдавала. Когда? Вот тогда. Ну вот мы ваш анализ отослали в областную больницу. У вас очень неблагоприятный анализ. И вот, если хотите, мы вам дадим право поговорить с главным врачом. Главврачом областной больницы, по легенде жуликов, явился мужчина. Он сказал, что у 80-летней иммунное заболевание. Однако оно заразное. Поэтому родственников лучше пока не посвящать. Лекарства есть, но квоту на Ульяновск, квоты нет. Поэтому есть возможность купить это лекарство. Мы вас сейчас переключим на Санкт-Петербург. Переключили, назвали там регалия профессора. Тот тоже стал с ней разговаривать очень активно. То есть зомбирование произошло буквально за 15-20 минут. Причем такое сильное, что человек уже со слезами в голосе стал просить прислать ей лекарства. Лекарства женщине пообещали при условии, что она до 14.00 переведет 150 тысяч на счет, который ей продиктовали. Началась паника. Она позвонила моему мужу срочно, говорит, пускай бежит Люда за деньгами в Сбербанк. Принесет мне 150 тысяч, иначе тот ее начал уговаривать, что это развод. Нет, вы ничего не понимаете, я скоро умру. Меня поместят в специальную клинику, сказали, в хоспис. Брату женщины удалось убедить пациентку мошенников перед отправкой денег поехать в поликлинику, где она сдавала анализы. Там все врачи в один голос заявили, что ее анализы хорошие, и никакого заболевания у нее нет. Когда врач объяснил, пришла домой, и опять же, потом по новой одна пошла, без него уже, выставила очередь к своему участковому. И та ее убедила, что у вас, во-первых, анализы нормальные, хорошие. Во-вторых, ну, такого просто не может быть со стороны врачей, по телефону. Уважаемые граждане Ульянской и Ульяновской области, наши специалисты никогда не сообщают пациентам о диагнозах, о результатах анализов по телефону. Сотрудники областной больницы не будут звонить пациентам, сообщать о необходимости госпитализации, тем более, если данный пациент к нам не обращался. Особенно никогда мы не будем навязывать вам лечение, в том числе дорогостоящие, и покупку каких-то лекарственных препаратов. На этот раз мошенники ничего не получили. Тем не менее, от подобных ситуаций не застрахован никто. Я хочу сказать, чтобы люди, которые окружали пожилых людей, будьте внимательны к своим старикам, потому что их обманывают, ну, просто вот, за каких-то 15-20 минут. Остерегайтесь мошенничества, не давайте обмануть себя и своих близких. Улправда ТВ обладает информацией о номерах телефонов мошенников и расчетном счете, на который предлагалось переводить деньги. Мы готовы передать их правоохранительным органам. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. Подарок под Новый год. Дольщики дома на Красноармейской надеются отметить праздник в долгожданных квартирах. В многоквартирном жилом доме на Красноармейской 140 в Ульяновске зарегистрировано 48 участников долевого строительства. Все они несколько лет назад стали жертвами обмана. Что сейчас происходит с долгостроем, расскажем в нашем материале. Квартира в шестиэтажном доме в центре города со своей парковкой и подземными гаражами. Чем невыгодная покупка? Так считали собственники 48 квартир дома номер 140 по улице Красноармейской. Дом должны были сдать еще пару лет назад, но подрядчик обанкротился, а люди до сих пор ждут свое жилье. Сегодня проблемный объект долевого строительства наконец готов к вводу в эксплуатацию. На сегодняшний день дом готов к вводу в эксплуатацию. Разрешительные документы сейчас все оформляем, проектные документы все полностью готовы. То есть вода подключена к дому, электричество подключено к дому. Ну вот, буквально с минуты на минуту ожидаем подключения газа. И как только у нас будет газ, мы включаем котлы и ставим уже дом под отопление на постоянное. Новый подрядчик переделал кровлю, установил ограждение лестничных клеток и балконов, ворота на гаражах, отремонтировал пандус. Благоустроительные работы будут доделаны весной, когда сойдет снег. Уже до конца недели будет подписан акт, и дольщики начнут получать ключи от долгожданных квартир. Поэтому давайте сразу сейчас уже начинать, запускайте там, пускай эти образцы документов, пускай готовят. Потому что с понедельника уже пошли, соответственно, начинать подписывать акт. Дом на Красноармейской станет первым объектом, который завершен благодаря принятым мерам поддержки. Согласно им, застройщик по компенсационным выплатам получит более 23 миллионов рублей. В Ульяновске проводится плановая проверка всех тепловых сетей на предмет нахождения в их охранных зонах незаконных сооружений, проездов и автостоянок. После очередного рейда было выявлено 50 объектов, установленных с нарушениями правил приказа Минстроя о типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей. Тепловики обязаны содержать свои коммуникации в нормативном состоянии. Однако соблюсти эту норму не всегда возможно. Причина – незаконные с точки зрения приказа Минстроя номер 197 строения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей. В Ульяновске по самым скромным подсчетам таких объектов около 300. Причина их появления разная. Выданные когда-то кем-то по невнимательности разрешения на установку торговых точек, павильонов, стоянок вблизи тепловых коммуникаций. А где-то это и банальный самострой. ПАО ТПлюс давно постоянно проводит плановые рейды по выявлению таких объектов. Задача не кошмарить бизнес, а предостеречь от возможных последствий. Вследствие аварии трубы, находящейся вблизи либо под торговым объектом, может образоваться промоина, куда рухнет не только сам павильон, но и люди, находящиеся в нем. Билборды, рекламные щиты по той же причине могут просто попадать на головы прохожим или повредить чей-то автомобиль. Поэтому цель ТПлюс прежде всего обеспечение безопасности людей. Большое количество малых торговых объектов в Ульяновске находится в охранной зоне теплосети, как например здесь. Теплосеть проходит как раз по тротуару, а по бокам расположены киоски. Случись что, здесь начнут раскапывать, и эти торговые точки, к сожалению, обвалятся прямо в яму. По существующим нормативам, любые строения могут быть приближены к теплосети не более чем на 5 метров. Согласующие органы десятилетия назад дававшие разрешение на строительство и установку об этом просто не думали. Сложилась ситуация, неприятная для всех. Два года назад, в 97-м мне дали разрешение. Кстати, вот сколько ремонт идет, они меня не трогают, они как раз там еще примерно метра полтора остаются до теплотрассы. Там теплотрасса идет. Убирать любое строение, простоявшее не один десяток лет, не хочется никому. Однако замена труб после десятилетий эксплуатации – вещь необходимая. Да и для того, чтобы качественно произвести ремонт, нужно место. В процессе эксплуатации тепловых сетей, проведение ремонтов плановых, неплановых, возможно повреждение этих объектов, плюс увеличивается срок реагирования на нештатные ситуации какие-то, потому что несанкционированно размещенный объект, он препятствует доступу к тепловым сетям. Горожане хотят жить в тепле. Т-плюс обеспечить это тепло и получить заработок. Предприниматели спокойно торговать и строить. Встает извечная российская проблема – что делать и кто виноват. Т-плюс считает, что на первый вопрос ответ прост – соблюдать закон. Объекты эти воздействуют определенным образом на конструкции тепловых сетей, то есть своим весом, близким расположением и так далее. Мы направляем неоднократно в администрацию города уведомления о размещении таких объектов, информируем надзорные органы, информируем собственников или арендаторов этих помещений. Однако, если некоторые на диалог идти готовы, то с другими даже связаться проблема. Можно директор вашего телефончика или еще что-нибудь? Убернайте, найдете. Давайте попробуем найти в интернете. Телефон директора этой булочной – информация закрытая. Работники его не дают, интернет тоже не торопится выдавать информацию. А номер, который наконец-то удается найти, провайдер определяет как набранный неправильно. На улице Буинской теплотрасса вообще используется владельцем автостоянки как ограждение. Он не принимает во внимание, что если трубы прорвет, ему придется очень туго. Ульяновский филиал ПАОТ-Плюс уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений. Если вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим вас сообщить по телефону 8 84 22 45 68 88. В Димитровграде жители одной из многоэтажек остались недовольны проведенным капитальным ремонтом. Камнем преткновения стал погодный регулятор. Почему система, позволяющая существенно снизить цифры в платежках, оказалась неугодной жителям дома номер 10 по проспекту Ленина? В хитросплетениях и последствиях капитального ремонта разбирался Кемрян Кичимайкин. Ничем не подмечательная четырехэтажка на проспекте Ленина. В этом году система отопления дома была подвергнута капитальному ремонту. Были заменены радиаторы, змеевики в ваннах и подводные коммуникации к дому. Разумеется, согласно федеральному закону подрядчик оборудовал погодный регулятор. Однако данное приобретение крайне не понравилось жильцам. Сейчас у нас вопрос решается про узел вода. Это погодный датчик, это насос, автоматика, который к нам подключили, которых у нас никогда не было, этих датчиков. Мы на нормативе, наш дом. Поэтому я считаю, что нам его вообще не нужно было ставить, потому что у нас нет ни учета тепловой энергии, ни воды, ни холодной, ни горячей. Ну, такой у нас дом. По просьбе жителей дома с Ульяновска приехала целая комиссия с представителями подрядчика, фондом организации ЖКХ региона и строительного контроля. Также в комиссию вошли депутаты местной думы. В целом нареканий по работе оборудования у комиссии не возникло. Представитель стройконтроля решил на простых словах объяснить главную проблему жителей. Вот, вопросы связаны с тем, что когда дали тепло и не включено еще погодных регулирований, напрямую шло, тут тепла хватало всем. Сейчас включили прибор отопления, прибор регулирования, за счет этого регулируется подача. Жители не понимают одного, что если температура на улице плюсовая, то температура подачи должна быть меньше, иначе идет перерасход тепла и так далее. Вот это проблема. Таким образом, получилось, что согласно закону, все необходимые работы подрядчик выполнил, несмотря на затянувшиеся начало отопительного сезона. Температура в квартирах реально упала с 26 до 24-23 градусов, но это тоже значительно выше нормы, прописанной в законе, плюс 18 градусов по Цельсию. Получается, что жители и правда начнут экономить на отоплении, поскольку погодное регулирование не позволит дом забирать дополнительные теплоносители системы, когда он не нужен. Из ситуации можно сделать только один вывод. Люди не захотели выходить из зоны комфорта и хотели оставить все как есть. Видимо, пока люди не получат потешки со снизившимися расходами на отопление, жители дома до конца не поверят, что капитальный ремонт действительно помог им сэкономить и остаться с новой системой отопления. Кемран Кичемайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управ ДТВ. В Доме музея Ленина в рамках декады инвалидов была представлена инклюзивная программа «Прикосновение к истории и природе для слабовидящих». Проект реализован при поддержке Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Ирина Антонова подробнее. 10 декабря в Доме музея Владимира Ильича Ленина было шумно. Как и положено имениннику, он принимал гостей. Очень важное мероприятие, которое происходит в нашем музее, это наше общение с нашими юными музейщиками. Уже давно, более 10 лет тому назад, был создан музей семьи Ульяновых в школе 21 нашего города. И на протяжении всего этого времени мы сотрудничаем, организуем совместные мероприятия, реализуем совместные проекты. И стараемся, чтобы наша деятельность исходила из тех традиций, которые были в семье Ульяновых. Мы знаем, что на дне рождения членов семьи именно здесь, в этом доме, готовили и спектакли, готовили театрно-музыкальные экспозиции. В день рождения музея артисты и юные музейщики из 21-й школы города Ульяновска показали посетителям удивительный спектакль по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Как известно, книги поэта любил перечитывать в редкие минуты отдыха Владимир Ильич Ульянов-Ленин, чье имя носит музей. Несмотря на то, что музей уже преклонного возраста, ему исполнилось 96 лет, он продолжает удивлять своих посетителей. Впервые в доме музея Владимира Ильича Ленина была представлена инклюзивная программа «Прикосновение к истории и природе для слабовидящих». И хотела бы заметить еще и следующее, что здесь были и дети из обыкновенных школ, и они были удивлены вот этим экспонатом. И рассказ о том, как надо внимательно относиться к тем людям, которых природа как-то обидела в жизни, один мальчик так и сказал. Я теперь всегда буду переводить дорогу, помогать переходить дорогу именно детям, которые плохо видят. Я думаю, что это главная наша заслуга. В рамках программы, реализованный домом музеем Ленина при поддержке Министерства искусства и культурной политики региона, посетитель сможет своими руками изучить письменные принадлежности директора народных училищ Ильи Ульянова, рисунок Ольги Ульяновой и даже копию самого дома музея. А знакомые со шрифтом Брайля прочесть сочинения младших Ульяновых. Все модели изготовлены при помощи специализированного оборудования. Ирина Антонова, Уллправда ТВ. 13 декабря в Ульяновской области ожидается небольшое похолодание, осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит 6 градусов мороза, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok